О распространении COVID-19 в Азербайджане поговорим с инфекционистом, реаниматологом Полиной Гржензицей. Доктор у нас на прямой связи. Добрый день. Добрый день всем. Как вы? Как вы сейчас находитесь в модульной больнице, да, насколько я знаю? Как и есть. Рост числа заражений у нас все еще продолжает расти, более двух тысяч. Как обстоят дела на сегодняшний день? Ну, пока мы еще располагаем определенным коечным фондом, но мы должны осознавать, что коечный фонд в ближайшие несколько дней будет полностью исчерпан. На данный момент реанимационный коечный фонд испытывает очень большие проблемы, все меньше и меньше реанимационных мест. Это связано с ростом числа тяжелых и крайне тяжелых пациентов. Вот учитывая рост заболеваемости, вот создается такое впечатление, что вирус как будто стал более агрессивным. Нельзя говорить об агрессивности вируса, потому что прошло еще очень мало времени с момента выявления в Азербайджане нового штамма. Можно говорить о коинфекции, о агрессивности поведения вируса вместе с респираторными инфекциями. Если у пациента, скажем, заболевание начиналось как банальный грипп, без тех симптомов, которые мы привыкли видеть при коронавирусной инфекции, зачем присоединяются симптомы, свойственные коронавирусной инфекцией, на этом фоне состояние пациента ухудшается, и, к сожалению, мы видим рост числа крайне тяжелых и тяжелых пациентов. Вот раньше мы говорили о том, что где-то 80% людей переносят болезнь в более легкой форме, а сейчас, как я понимаю, мы наблюдаем совсем обратное, да? То есть ситуация ухудшается. Да, ситуация ухудшается, и вы правильно отметили, если раньше было у нас 80% бессимптомников, сейчас мы видим уменьшение количества бессимптомных пациентов и увеличение пациентов с симптомами. Почему сейчас, то есть по каким органам бьет сейчас инфекция? То есть кто более склонен, скажем так? Ну, если раньше мы говорили о том, что существует определенная группа риска пациента, это пациенты с сахарным диабетом, пациенты, перенесшие открытые и инвазивные манипуляции на сердечно-сосудистой системе, сейчас пациенты, абсолютно не имеющие никаких сопутствующих заболеваний, чаще переносят это в средней тяжести или крайне тяжело. Скажем так, если можно так выразиться, общая статистика пациентов, она помолодела. То есть если раньше мы наблюдали пациентов выше 65+, то сейчас уже пациенты из возраста 28-30 лет очень тяжело переносят данную патологию. А дети есть вот сейчас среди заболевших? Потому что у нас сейчас немножечко и вот со школами проблемы закрываются. Частью нет. Нет, мы не видим, скажем так, в модульных госпиталях и в пандемических клиниках большое количество детей. Это все-таки связано с тем, что в более молодом возрасте и еще не сформировавшейся иммунной системой пациенты все-таки без симптома или с легкими симптомами переносят это заболевание. Что же получается? Во всех странах, в том числе у нас, в Азербайджане, проходят вакцинации в принципе достаточно хорошими темпами. Но вот смотрите, мы никак не можем усмирить пандемию. Рост продолжается и продолжается. По статистическим данным мы лидеры среди стран СНГ по количеству вакцинируемых пациентов. Обуздать вирус можем только после того, как 70% населения будет привито. А этих цифров говорить еще рано. Вот мы говорили о сезонности, то есть в начале весны. И насколько есть такая вероятность, что в целом вакцинация может стать такой сезонной? К сожалению, нет объективных данных о количестве персистирующих аутоиммунных тел, поствакцинационных. На протяжении какого времени мы будем защищены, даже те люди, которые получили вакцину. Это может быть 6-12 месяцев, год. Мы не четко понимаем, будет ли дальнейшее мутировать. И появляются новые мутированные штаммы, которые не будут реагировать на ту вакцину, которая есть сейчас. Все это со временем, я думаю, обретет определенный какой-то научный подход и научное объяснение. И уже о сезонности вакцинации мы можем говорить после того, как у нас все будут эти данные. И последний вопрос касательно мутации, то, что вы сказали. Вот в целом сейчас как-то симптомы поменялись? Или же что-то, как говорится, чего-то больше? На что обращать внимание? Потому что люди очень часто путают ОРВИ с вирусом, коронавирусом и так далее. К сожалению, да. Но дело в том, что коронавирусная инфекция – это всем известная коронавирусная инфекция из группы, скажем, вирусных инфекций. И у очень многих, скажем так, заболеваний, связанные с гриппом, с простудными заболеваниями, схожие симптомы. Мне кажется, вот в этом и есть проблема, потому что вовремя не обращаешься и являешься разносчиком. Да, но смотрите, если более глубоко подходить к дифференциации симптомов, то у, скажем так, сезонных респираторных вирусных инфекций все-таки мы наблюдаем выделение из носа и, скажем так, продуктивный кашель, как мы его называем, это кашель с выделением мокроты. При коронавирусной инфекции нету таких симптомов, как обильное выделение из носовой полости, нету продуктивного кашля. Кашель носит больше характер сухого кашля, с приступоподобными, скажем так, с приступом. И мы все-таки должны четко следовать тем инструкциям и тем моментам, которые у нас есть. Это прежде всего, если есть нарушение дыхательных функций, когда пациенты чувствуют отдышку, когда у пациентов в течение нескольких дней высокая температура и не сбивается, скажем, всем известными методами, это приемом каких-то литических смесей, противотемпературных препаратов, парацетамола и прочее. Это говорит о том, что активная вирус семья в организме и все-таки следует более, скажем так, с настороженностью обращаться. И не стоит забывать о том, что любые пациенты из группы риска, это пациенты с сердечно-сосудистой патологией, с сахарным диабетом, это пациенты с онкологическими заболеваниями, они и банальный сезонный грипп тоже переносят очень тяжело. При появлении первых симптомов необходимо обращаться либо к поликлиническому врачам, либо к скорой помощи. Спасибо вам большое, спасибо, удачи. Я напомню, мы беседовали с инфекционистом-реаниматологом Полиной Гржензицей.